Добро пожаловать на канал Просто Вкусно Соленый. Предлагаю рубленные котлеты из куриного филе с нежной хрустящей корочкой снаружи и сочным куриным филе внутри. Для приготовления нам понадобится 2 куриных филе, 2 яйца, 2 столовые ложки муки, 2 столовые ложки майонеза, сыр 100-120-130 грамм, чесночок по вкусу и приправа любая. Теперь нарезаем куриное филе. Посмотрите, как оно выглядит. Большое и маленькое половинка. Маленькую мы пока отрежем, ее легко нарезать, а вот большую, крупную делим вот так вдоль пополам. Теперь смотрим. Хрящики, жилки, белые кусочки сала. Это можно срезать. Вот тут кусочек хрящика попался, такой как маленькая косточка. Мы ее тоже уберем. Разрезаем на длинные полоски. И теперь маленькими кубиками. Этот кусочек тоненький. Можно просто вот так вдоль на три раза и будет достаточно. Второй кусочек. Наши котлетки должны быть нежными. Вот вообще попалась косточка, видите? Вот она, кость. Нам ее надо срезать. Пополам. Если вы планируете на один вечер и у вас небольшое количество человек, то вы можете взять одно филе и все взять дальше по одному. Одну ложечку муки, одну ложку майонеза и одно яйцо. Ну и сыра уменьшить количество, конечно же. Это очень быстро и просто. Филе нарезано. Красота. Посмотрите, какими примерно квадратиками. Вот такими небольшими кубиками. Натираем сыр на крупной терке. Сыр, если у вас получается очень соленый, то соли можно вообще даже не класть. Очень важно учитывать, сколько соли в самом сыре. Если вы не знаете, не уверены в сыре, возьмите его и попробуйте. Котлетки получаются такие курино-сырные. Очень вкусно. Вбиваем сюда яйца. Перемешиваем. Смотрите, какой желток. Оранжевый-оранжевый. Хорошие яйца. С такими приятно готовить. Вот получается такая вязкая масса. Чтобы она не разваливалась, сейчас мы сюда добавим муку. Легонечко. Две столовые ложки. Майонез. Тоже две столовые ложки. Но вы смотрите по своему тесту. Если у вас получится сильно густое, можно еще добавить немного майонеза. Или если сильно жидкое, вы можете добавить муки побольше. Вот я сюда не буду добавлять соль, потому что здесь соленый сыр у меня. И майонез, он тоже соленый. Я сюда добавлю, конечно же, приправу, черный перец и кориандр. Какой аромат сразу идет. Чесночок порезать наполовинке. И выдавить в чесночнице. Может, вы не любите с чесночком, вы можете его не добавлять. Может, вам больше нравится с луком. Ой, но с чесноком будет очень хорошо. И размешиваем. Остается теперь минут пять вот дать этому фаршу постоять, чтобы пропиталась, чтобы промариновалась курочка, чтобы мука хорошо растворилась во всей этой массе. А в это время мы поставим сейчас разогревать сковородку. В завершении добавим зелень. Напишите в комментариях, что вы любите добавлять, когда готовите блюдо с курочкой. И размешиваем. Сковородка у меня уже разогрелась. Куриный фарш постоял 10 минут. Можно его попробовать. Взять немного, положить на тарелочку, разогреть в микроволновке. Если, по вашему мнению, маловато соли, вы можете еще вот на этом этапе подсолить. И будем накладывать ложкой. Чтобы фарш не прилипал, я буду ложку обмакивать в воде. Где-то ложку набираю и выкладываю. Прирыжимаю. Не надо, чтобы они были сильно высокие. Опять ложку обмакиваю. Сковородка у меня чугунная, но так как это первая порция оладок, то они могут еще слегка прилипать к сковородке. Поэтому я их беру вот так чуть-чуть. Пододвигаю, чтобы они не цеплялись за тонышком. то, что надо. Видите? Можно переворачивать. Вот. И сейчас буквально одну-две минутку на второй стороне, и можно будет их доставать. То есть появляется такая корочка легкая. Не надо до сих пор. Вот такая приятная золотистая. Видите? И мы уже их достаем. То, что надо. Курочка внутри останется сочной. Если держать долго на огне, то она станет сухая. Будет такая даткая. Ой, какой запах стоит на кухне. Чеснок вместе с укропом. Вот больше... А, еще и корочка, конечно. Но чеснок с укропом... Ммм... Бесподобный аромат. На всю кухню. Посмотрите, как хорошо держат форму котлетки. Видите, какие они крепенькие? Старайтесь долго их не держать на сковородке, чтобы не пересушить. Разлетаются такие котлетки моментально. Получаются очень нежные. Очень сочные. Ммм, какая красота. Вот. И теперь еще минутку, две может, на второй стороне. Можно подвить немножко масла. Вот, это две сковородочки. Видите, сколько много вышло? Не забывайте обмакивать ложечку в водичку, если уже начинает прилетать. Такие моменты я очень радуюсь, что не остается одной котлеты, которая не влезла. Все влезла ровно к сковородке. Котлетки шипят, аромат стоит на всю кухню. Уже хочется кушать. Я их переворачиваю на другую сторону, чтобы мы посмотрели, как там. Нам же интересно, насколько прожарились, правда. Вот. Посмотрите, какие получились у нас. Ароматные, золотистые, внутри мягкие, сочные котлеты, а сверху хрустящая корочка. Аромат чеснока приятно благоухает и сочетается очень с укропом. Они мягкие внутри и с тонкой, легкой, хрустящей корочкой сверху. Ну что, попробуем сейчас одну котлетку на вкус. Попробуем ее отломать кусочек. Смотрите, как легко это ломается. Видите? Вот. Нам даже не надо брать вилку. А, даже дым идет. Посмотрите, как приятно. А, как пахнет. Давайте посмотрим этот кусочек. Мясо беленькое, сочное. Зеленый укропчик видно. Вкуснятина. Ну-ка, я попробую. Ммм, очень вкусно. Надо еще попробовать. Найду сюда гарнир. Сейчас сделаем. У меня отварная картошечка сегодня, потому что сами котлетки жареные. Ну, куда нам еще и жареную картошку? Тогда пусть она будет отварная. Ну-ка. Картошечки кусочек и котлетки. Сейчас наемся. Приступайте и вы. Готовьте. Всей семье понравится. Гарантирую. Это очень вкусно. Предлагаю всем попробовать такие куриные котлетки с сыром. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до скорой встречи. До скорой встречи.